Берегись своих желаний, особенно если в башке нету знаний. Ну кто ж признается, что мозгов у него как у телятки. Кстати, привет подписота. Здравствуйте, ребятки. Согласитесь, каждый задумывался, что бы он хотел, если бы возможность исполнить имел. Этот вопрос рассмотрел с самых каверзных граней. Фильм не для всех, 3000 лет желаний. Это мы еще посмотрим. Три мои желания ты прямо сейчас сможешь исполнить. Лайкнуть, репостнуть, подписку оформить, контент на канале. Ну насколько мозгов хватает. Шутливый. Парень хочет как лучше, но мозгов у него маловато. Не знаю, как вы, а я всем доволен. Что в жизни добился, того и достоин. Я вот считаю, что у мозгов не прибавит бабла чемодан. Пиздец, ты баран. Ну она всегда так говорит. Что за дерьмо. Кстати, так же считает и в кино персонаж. Одинокая женщина. Короче, стандартный типаж. Повальный тупизм. И погоня за бабками стали ей ненавистны. Мне по душе одинокий образ жизни. А как это? Мужика найдите, кекиморы. Бесспорно, и в этом есть свои плюсы. Зато с мозгами своими она в крепком союзе. Ну вот и по миру кататься сильная и независимая тоже способна. Да, очень удобно. Разумеется. И вот, после занудного фильма начала, Али Тея, наша сильная и независимая, в Стамбул прискакала. Прикуплена ею была занятная бутафория. Мне нравится. Я уверена, у него увлекательная история. Заняться тебе больше нечем. Она наглухо тронута. Из лампы в отеле, о боже, мужик появился. Сказал, чтоб моложе было, то сразу б женился. Мда. Он джинн оказался и три желания исполнит зато. Кто? Хуй в пальто. Ты чё, спортсмен что ли? Я думала алкаш какой-то. Казалось бы, ясно. Стандартный сюжет. Счастливая жизнь, муж-балбес и декрет. Но так как дотошная баба попалась, полезла в душевное изыскание. На что обычно тратит три желания? Ты серьёзно что ли? Расслабься. Дыши спокойнее, детка. И сожми сфинктер. Джинн охренел от такого занудства. За три тысячи лет наглядевшись паскудство. Ай, попадались ему и царь, и глупец, и то, что они там называли. Это полный тренец. Жратва, баба и вино. Пиво. И косяк. И подсос. Чёрт вы позорище. Вы знаете, и тут я всё понял, что в фильме не сказочка. Тем более, с диснеевским пафосом есть неувязочка. И тупость. И ум. В нём показан беспрекрас. У всех есть желание. Даже если они скрыты от нас. И не забудь ей сказать про сосы... Что же все такие тупые? Прикиньте, Джинн начал плакать, как его всё это задрало. А Ритея сочувствовать стала, как ближе узнала. Её, в принципе, всё в жизни устраивает. Для мужика пожелать хочет свободы. Ведь поняла, что тогда, как в принципе и сейчас. Кругом одни урод. Мужика по итогу зануда достала. Стал наседать, чтоб желание сказала. И чтоб завершить, это кота запричиндал и тяганье. Как аж парень её нарёт. Закатай желание! Я знала, что-то это закончится. Срать тебе в рюмку, но ты даёшь. Мда, нестандартный сюжет с философским вопросом. Вряд ли зайдёт людям с Марвелл запросом. Но трешовость истории впечатления сгладит. Это охренительно сложно. С меня хватит. При мне такой фигни не было. А что загадает баба зануда? Охрен вам, я раскрывать карты не буду. Но скажу, что интрига в финале у фильма особая. Сука. Вот сука, хитрожопая. И как это понимать? Знаешь, так дела не делаются. Да мне на это насрать. Ну а моральную историю сразу выносишь. Чтобы ты пожелал, что ты в жизни действительно хочешь. Ну и то, что нельзя относиться к такому с пренебрежением. Не бывает историй о желаниях, которые не были бы предостережением. Гадалки не ходи. На лайки с репостами не скупись. И исполни желание моё. Подпишись. Тебе же не трудно. А канал мой тем самым нехило спасаешь. Чё ты в ерунку все? Чё ты себе цены набиваешь? Ну что, джины мои. 3000 лет желаний с вами вроде как исследовал. И скажу прямо, что трах тебе дох уже не тот. Я же не прощаюсь. Но покедо. Трах тебе дох 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 Продолжение следует...